Спасти человека, приготовить блюдо, достойное мишленовского ресторана или создать новое приложение для телефона. На это и многое другое способны участники чемпионата профессионалы 2023. Молодежь всей страны показывает навыки и умения в профессии, которые они получают в колледже или техникуме. На одной из площадок соревнования сегодня побывала наша съемочная группа. Тем, кто отважился состязаться в компетенции спасательной работы, предстояла непростая задача. Ликвидировать ДТП, распилить двери авто и оказать пострадавшим медицинскую и психологическую помощь. В команде четыре парня и одна девушка, однако свою задачу мужественно выполняет каждый. Опасную, но при этом важную профессию каждый из участников выбрал не просто так. И поэтому будущие спасатели работают на совесть. Большинство команд справляются без ошибок, показывая настоящее мастерство. Участникам компетенции пожарной безопасности не страшна никакая высота. Вместе с командой они должны спасти человека из пожара на втором этаже жилого дома. Надеть экипировку, развернуть пожарный рукав и потушить огонь сразу в двух местах. Все эти действия необходимо выполнить без ошибок, да еще и на время. Ведь в реальной жизни на промедление ровно так же не будет ни секунды. Но для ребят в этом нет ничего сложного. Спасать человеческие жизни они учатся уже не первый год. В республике по разным направлениям развернуто 19 площадок. Всего в Чувашии свое мастерство покажут около 500 ребят в 71 компетенции. Среди них будущие кондитеры, ветеринары, дизайнеры, строители, парикмахеры и многие другие. Кирилл Андреев, к примеру, решил проверить свои силы в поварском деле. У нас конкурс проходит несколько дней, соответственно, у нас много модулей. Готовим салаты, горячие блюда, десерты, закуски. В общем, обширный ассортимент. Участие в «Профессионале-2023» принимают не только студенты, которые уже определились с профессией, но и совсем юные школьники. Многие еще в поисках себя, но уже инвестируют в свое будущее. Разделение интернет вещей, автоматизация. В будущем пригодится однозначно. Как минимум для поступления, просто как опыт тоже. Чемпионат поможет участникам в разы вырасти в своем деле, а республике решить проблему нехватки кадров. Более 70 предприятий «Чувашии» изъявили готовность принять победителей и призеров чемпионата на стажировке с последующим трудоустройством. Сегодня у нас много планов по развитию различного рода производств. И, несомненно, там нужны специалисты высочайшего класса, способные укротить современные машины и механизмы, ну и, соответственно, те технологии, которые основаны на них. В Чувашии чемпионат завершится 15 апреля. Его победители отправятся на всероссийский этап, который пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге. Там они поборются за звание лучших среди всех субъектов страны. Анна Центовская, Игорь Зверев, Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика.